Всем привет друзья, сегодня я вам покажу как проверить на двигателе через X-Centra либо DAS, цепь растянута уже или нет Через программы вы можете это проверить, например, перед покупкой автомобиля или проверить и узнать заранее, чтобы не попасть под ремонт двигателя, когда менять цепь КРМ Сначала я покажу как посмотреть на 212 E-класс, а потом также для примера покажу через DAS уже на 211 Заходим в тип привода, блок двигателя Действительные значения Данные адаптации Адаптационные значения распределительных валов И вот видим значение Вот посмотрите, это значение положение распредвала к колембалу Если положение распредвала и колембала не соответствуют, то это значение становится уже больше И если уже значение становится больше, это уже признак, что нужно менять цепь ГРМ То есть цепь ГРМ уже растянута Чем больше растянута цепь ГРМ, тем выше поправочный коэффициент Вот на примере мой двигатель М274 2 литра турбо Рядная четверка Впуск справа Минус 2,02 градуса И снизу 0,09 градуса Это из минус 6 до 6 градусов То есть когда это значение уже приближается к 6, либо минус 6, либо плюс 6 То уже горит лампочка чек и уже тогда точно 100% нужно менять цепь ГРМ Вот так вы через программу DAS либо XCENTRY можете проверить, чтобы узнать в каком состоянии ваш цепь ГРМ Например, вот в моем случае менять цепь ГРМ это будет не скоро Также сейчас я покажу вам, как посмотреть через DAS на примере Mercedes 211 Заходим в блоки управления Привет Блок управления двигателем Действительные значения Данные адаптации Значение адаптации распредвалов Это двигатель М272 V6 На Mercedes 211 Рестайлинг Так как это V-образный двигатель, поэтому здесь есть выпуск справа, выпуск слева, впуск справа и впуск слева Минус 1,75 И впуск слева Минус 0,75 И впуск слева Минус 0,75 Минус 0,75 Даже с этим Значением С двигателем Все в порядке И пока надолго можно ездить на этом цепь ГРМ Ставьте лайк, друзья Это продвигает видео Обязательно ставьте лайки И пишите комментарии для продвижения в видео Всем спасибо и удачи на дорогах Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok